Первая мировая война – один из самых широкомасштабных вооруженных конфликтов в истории человечества. Ее последствия фактически перекроили всю карту мира, сложившуюся в начале 20 века. Своё существование прекратили Российская, Германская, Австро-Венгерская и Османская империи. Германия, перестав быть монархией, была урезана территориально и ослаблена экономически. США и Великобритания превратились в великие державы. Тяжелые для Германии условия Версальского мира и принесенное ею национальное унижение породили гневные настроения, которые стали одной из предпосылок к приходу к власти нацистского режима, развлежавших Вторую мировую войну. Не менее тяжелыми стали последствия войны для России. Первая мировая война явилась большим испытанием для российского общества, изменив его экономику, политику, общественную психологию и индивидуальное сознание людей. Полные потери вооруженных сил всех держав-участниц мировой войны составили около 10 миллионов человек. Голод и эпидемии, причиненные войной, стали причиной гибели как минимум еще 20 миллионов. Понятное дело, что такое глобальнейшее событие в истории человечества 100% должно было оставить след в мировой культуре. По этой теме было написано огромное количество книг и снято большое количество фильмов. Именно поэтому сегодня канал Кинодрон представит вам топ-5 лучших фильмов про Первую мировую войну. «Боевой конь» – картина знаменитого режиссера Стивена Спилберга, рассказывающая историю невероятной дружбы мальчика Альберта и коня Джоуи. 1914 год. Накануне Первой мировой один фермер покупает на аукционе коня. Но по оценке окружающих и в первую очередь его жены, он не годится для работы в поле. Однако его сын Альберт берется тренировать коня и дает ему имя Джоуи. Но когда была объявлена война, Тед продает Джоуи британской армии. Альберт поклялся, что найдет Джоуи и вернет его домой. Это удивительная история от начала и до самого конца. Рассказ об удивительной дружбе юноши с конем, рассказ о войне и о жизни, ценностях и о патриотизме людей, о любви и просто о жизни в страшные годы Первой мировой войны. Нам покажут тяжелый путь боевых друзей, от тренировочных лагерей Британии до выжженной войной полей Франции. Нам показывают все варианты сторон, как немецкой, так и английской. В фильме Спилберг показывает всю нелепость войны, когда сильные мира сего чего-то не поделили, а простые люди должны воевать друг с другом, не всегда понимая, за что именно они сражаются. Немцы, англичане, французы, русские, национальность не имеет никакого значения, человека можно судить только по его поступкам. Все это очень сильно подтверждает сцена с колючей проволокой, в которой запутался конь. У коня нет национальности, он чувствует только доброту исходящего человека, только к нему он может привязаться и полюбить. Именно поэтому глазами Джоуи мы видим события войны не только со стороны одного лагеря, а с обеих сторон. И мы понимаем, что по разную сторону баррикад собрались обычные люди, не лишенные многих пороков, но абсолютно не злые и готовые прийти на помощь. Пусть они и говорят на разных языках, но их жизненные ценности во многом схожи. Фильм 1917 рассказывает нам о событиях на Западном фронте Первой мировой войны. События разворачиваются 6 апреля 1917 года. Идет Первая мировая война на Западном фронте на севере Франции. По сюжету Капралу Блейку дают серьезное и очень важное задание. Он должен пересечь вражескую территорию, где находятся немецкие войска, и доставить срочный приказ об отмене наступления во 2-й батальон диванширского полка, иначе все солдаты там могут погибнуть. Вместе со своим сослуживцем бойцы отправляются в путь. Фильм является уникальным во всех смыслах. Самое главное, что он снят одним кадром. Да, вы не ослышались. Вся картина полностью снята непрерывно. Режиссер сделал все возможное, чтобы погрузить зрителя в полную атмосферу этих ужасных событий, благодаря шикарным и натуральным до ужаса декорациям. Детали, планы, звуки, все сделано крайне искусно. Все это дает нужную атмосферу, где хочется разглядывать каждую мелочь. За то время, пока зритель путешествует с двумя главными героями по их нелегкому маршруту и по их сюжетной арке, попутно узнавая о ключевых персонажах немало деталей, этот маршрут прерывается на несколько остановок. На каждой из них всегда происходит что-то примечательное. Это и сцена воздушных боев, и душевные разговоры солдат друг с другом, страх быть обнаруженным противником и небольшие перестрелки. Война – это одно из самых ужасных событий, которое может произойти в жизни человека. Создатели фильма, деликатные трогатели, донесли этот посыл через историю героев, и в то же время устрашающе отвратительно через окружающие пейзажи. На Западном фронте без перемен – фильм, снятый по известному роману Эриха Марии Ремарка, где автор описывает тяжелый путь немецких солдат на полях сражений Первой мировой войны, основываясь на собственный опыт участия в данных событиях. Сам фильм по себе произвел хорошее впечатление. В нем есть самое главное – понимание смысла и духа романа, а также показать боль потерянного поколения, тех, чью молодость выпала эта ужасная война. История главных героев начинается с того, что они были призваны в армию, вдохновленные и настроенные на участие в войне ради своего государства. В учебке их ждет суровое испытание на прочность, но даже это не сравнится с тем, что будет на фронте, где за считанные дни молодые жизнерадостные юнцы превратятся в замученных, видящих смерть стариков. Некоторые эпизоды фильма были чуть-чуть переделаны, но в целом создатели постарались собрать все интересные моменты из книги, что очень неплохо. Поражают масштабами и подробностями съемки эпизодов боевых действий, использован точный по истинности реквизит, в частности используемого оружия и формы одежды кайзеровской армии. Много использована автотехники начала 20 века, в том числе редких грузовых автомобилей. Сильные впечатления тяжелой реальности производят полуразрушенные окопы и траншеи, полные жидкой грязи, в которых живут, сражаются и умирают солдаты воюющих сторон. В целом на Западном фронте «Без перемен» отлично дают зрителю понять немецкую сторону событий во время Первой мировой войны. Фильм, который достоин своего романа, автором которого стал знаменитый немецкий писатель, пацифист Эрих Мариэри Марк, некогда решенный за свои убеждения немецкого гражданства. Метель-Душ Из всех новых фильмов про войну, которые я видел, Метель-Душ является одним из самых лучших. Сюжет рассказывает нам о событиях, происходящих на Восточном фронте Первой мировой войны. В основном это история молодого латвийского парня Артурса, который после прихода немцев в Латвию теряет одного из членов своей семьи. После чего вместе со своим братом и отцом Артурс записывается в императорскую армию, где их начинают готовить к отправке на фронт. Молодой парень пройдет очень страшный путь. От начала войны на царской стороне, потом революция, потом снова война с немцами. Фильм снят очень качественно. От пугающих сцен боев добыто солдат Российской империи. Отдельно следует отметить тщательную проработку персонажей, формы, аутентичной техники и вооружения того исторического периода. Вызывает искреннее удивление то, какое хорошее кино, где нет приторной голливудчины, ура патриотичной истерии было снято в Латвии. На протяжении всей картины кино держат в напряжении, вызывая искреннее желание сопереживать с перевоплощением главного героя из хуторского мальчишки в истинного война. Окопный быт, соленый юмор, диалоги персонажей – все это заставляет действительно сопереживать героям. Это кино меня искренне поразило своей целостностью, богатым содержанием, многоплавностью и талантом. Фильм «Эскадрилья Лафаэд» рассказывает нам о событиях Первой мировой войны. История была написана Тони Биллом, летчиком и любителем авиации. Он повествует о призыве, тренировках и сражениях группы молодых американцев, решивших вступить добровольцами в эскадриль Лафаэд, сформированную на территории Франции в 1916 году. В эскадрилье сплотились совершенно разные люди. Один из них напыщенный аристократ, другой трусливый парень, третий хочет быть героем в глазах семьи и любимой девушки, а третий – просто боксер, живущий во Франции, потому что к нему относятся проще и снисходительнее, чем на родине, а самолеты становятся его настоящей любовью. На тренировках каждый пилот старается быть лучше, чем остальные. Скоро им предстоит настоящая воздушная битва на линии фронта. Один из них, Блэйн Роулин, встречает молодую француженскую Люсиен и начинает ухаживать за ней. Та отвечает американцу взаимностью, но весьма беспокоится по поводу его будущих вылетов. Сюжет, как многие уже поняли, повествует нам о тяжелых трудовых буднях солдат Первой мировой. Это даже не просто солдаты, это элитные солдаты того времени, которые идут в бой, управляя огромным железным монстром, настоящим чудом для того времени 20-го столетия. Ведь на такую службу брали далеко не многих. Я считаю, что эскадриль и Лафаэд – одна из лучших военных лент, что сняли американцы. Тут вся война происходит в небе, а на земле большое внимание уделяется любви. Но это никак не портит картину, а лишь дополняет ее. А на этом все. Спасибо за просмотр данного ролика. Не забывайте подписываться на канал, а также поставить этому видео лайк. С вами был Кинодрон. До скорых встреч.